Всем привет китайскими учеными! Раскрыт секрет долголетия. Для этого надо подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, и продолжительность вашей жизни увеличится минимум на 40 лет. Ну а на моем канале стартует розыгрыш 100 рублей на баланс мобильного телефона. Все условия розыгрыша оставлю в закрепленном комментарии к этому видео. Ну а я начинаю! С вами канал Задрот ТВ, и это видео будет посвящено игрушке Plugin Company. В этот раз, ребята, я буду создавать вирус, назову его Эбола. Был такой вирус у нас. Распространение он свое имел... точнее, начало он свое имел в Африке. Из-за Африки он к нам пришел. Выберу такой же средний уровень сложности и, соответственно, так же назову его. Целью этого видео будет посмотреть и сравнить. Сравнить это видео и предыдущее видео на игру Plugin Company. Сегодня в том обзоре я делал вирус и назвал его коронавирус. У меня не получилось тогда убить все человечество. Сам вирус убил сам себя. Что ж, а в этот раз мы попробуем лихорадку Эбола, или Эбола, ну уж извините. Получится ли в этот раз у меня убить все человечество? И в конце я сравню, сколько же ущерба нанес коронавирус и лихорадка Эбола. Давайте с вами начнем. Эпицентром развития этой лихорадки я оставлю в Африке. Ну что ж, поехали. И, соответственно, развивать я буду этот вирус немножко по-другому, так как в прошлом видео с коронавирусом я его внедрял в Китай. Китай – развитая страна с большой плотностью населения. Здесь же у нас засушливый климат. И, соответственно, развитие и пути передачи немножко будут другими. И сам вирус будет развиваться немножко по-другому. Вследствие чего зараженные и умершие будут немножко отличаться. Количество зараженных и умерших будет отличаться от предыдущего моего видео. Не забываем в этой игрушке нажимать на всплывающие вот такие вот окошки. Они нам дают значки ДНК. И первое, что я прокачаю – пути передачи по кораблям. Да, по суше. Вот так вот. Следующий, я так думаю, устойчивость бактерий я прокачаю в том плане, что моя бактерия должна как-то бороться с окружающей средой. В частности, это будет засушливый климат, высокая температура. И это своего рода такая вот как бы универсальная вот эта была вкладочка. Потому что есть отдельно для засушливых и жарких климатов, есть отдельная кнопка для влажных и таких более, где низкие температуры. А это своего рода такое вот нейтральное, что позволяет нам от всех вообще климатических условий обезопасить наш с вами вирус. Ну и как в прошлый раз, да, сначала заражается континент, тот, на котором, да, давайте вот с вами устойчивость к бактериям-1 в любых климатических условиях. В принципе, этого нам и надо. Зараженный у нас потихонечку начинает расти, ДНК тоже увеличивается. Надо еще раз увеличить, точнее не увеличить, а улучшить вот этот вот симптом. Или как это, не симптом, а умение, наверное, умение бактериям, да, приспосабливаться к различным климатическим условиям. Давайте, 8 очков ДНК, отлично. Толщается оболочка. Все, наш вирус более-менее обезопасен от влияния внешней среды. И остается только ждать, ждать и распространять наш с вами вирус. В пути передачи будет следующий пункт, который я буду прокачивать. Так, ну что ж, давайте с вами посмотрим во влажном климате распространение в жарких странах. Вот это я буду с вами развивать. Комары, да. Все-таки в таких странах эти насекомые доставляют очень большие хлопоты и являются разносчиками таких заболеваний, как даже вот малярия. Поэтому я так думаю, сколько он стоит? 10 очков. Осталось еще 4 очка. Ну что же, ребята, пока у нас копится это, пока мы развиваем с вами пути передачи, хотелось бы с вами поговорить о ситуации, которая сейчас у нас происходит в мире. Как вы уже, наверное, слышали, и те, кто смотрел телевизор, распространение коронавируса приобрело такое значение, как пандемия. То есть немножко выходит из-под контроля, и такие страны, как Италия, Испания, Англия, Германия уже реагируют на это распространение, вследствие чего были отменены и перенесены такие спортивные события, как Лига чемпионов, внутренние чемпионаты по футболу, по хоккею, по баскетболу. То есть правительство этих стран уже реагирует на распространение этого вируса, вследствие чего, да, могут быть перекрыты авиасоединения, и это же я могу учесть в данной игрушке. То есть это как такой лайфхак, то есть данная реакция стран на развитие этого вируса тоже своего рода есть в этой игре, могут закрыть авиасообщения, закрыть порты, или порты, порты, наверное, ребята. Поэтому нам надо как можно быстрее распространить и кораблями, и самолетами в том числе. Так, ну что же, тем временем еще одна страна заразилась, Эбулой, еще одна. Ну, как видите, да, все показорские устранения идут на одном материке. Поэтому нам надо пути передачи, пути передачи развивать, и единственная, точнее, одна из немногих стран, в которые есть порты, это Южная Африка. Южная Африка и Западная Африка. Вот через эти порты, давайте с вами посмотрим, так, кораблями, 11 очков. Немножко осталось накопить, буду развивать следующим. Я так думаю, это направление. Уважаемые подписчики, этот обзор, это видео я хотел бы сделать не как обычный, то есть не как обычный обзор. Давайте с вами немножко поговорим, поговорим на эту тему. Все-таки, да, я немножко не ожидал, что так все это будет, то, что он заимеет такое распространение. Я имел в виду сейчас коронавирус, конечно, то, что происходит у нас в реальной жизни. Оставляйте в комментариях свое мнение по этому поводу, что вы думаете, как бороться, ну и, соответственно, у кого какие меры предосторожности, кто что делает. Я вам гляжу, по телевизору в Китае все ходят в этих масках, но не знаю. Такой вирус и маска как-то, конечно, да, сокращает риск, но не на 100%. Может быть, кто-то слышал что-то новенькое, потому что не все новости успеваешь посмотреть. Оставляйте в комментариях, как бы вы развили, допустим, вирус в данной игре. На что вы делали акцент для тех, кто скачал эту игрушку и попробовал в нее поиграть, тот поймет, что эта игра, как вам объяснить, стратегическая на все 100%. Здесь своя тактика, своя стратегия. У каждого развития, у каждого вируса, куда бы вы его ни внедрили, есть своя, ну, грубо говоря, своя тактика, стратегия. В данном случае, я повторюсь, засушливый климат, соответственно, поначалу развиваю пути передачи в засушливых климатах. И, как всегда, у нас основной целью является не дать человечеству разработать вакцину против нашей с вами болячки. Следующий пункт передачи нашего вируса я выбрал птицы. Потом я прокачаю второй уровень этой передачи, где уже птицы нападают на другие виды, увеличится вероятность мутации заразности. 22 очка надо накопить, пока всего лишь 7 очков ДНК у нас, а тем временем 115 миллионов у нас уже заражено, 116 и увеличивается эта цифра. Не забываем еще, ребята, про то, что надо развивать и такой показатель, как летальность. Все-таки заразить это одно, а погубить все человечество это уже основная цель. То есть зараженными могут быть все, а умирать они не смогут. В том плане, что этот вирус будет носить легкий такой характер. Но мы с вами потихоньку кашель, сыпь. Да, вот сыпь, наверное, с вами разовем, потому что она увеличит, во-первых, из-за разности, во-вторых, все-таки это симптом. А симптомы, улучшение симптомов влияет на летальность. Так, ну что же, ребята, кстати, вот кто, может быть, слышал, напишите также в комментариях про лихорадку Эбола. В какой-то определенный момент я просто перестал слышать вообще новости про эту лихорадку. Куда она делась, нашли ли вакцину. Кто, может быть, в курсе, кто следит за этим. Оставьте, пожалуйста, в комментариях, я буду очень благодарен. В том плане, что тоже свою роду шумиху тогда этот вирус навел на весь мир. У нас, по крайней мере, вот в моем городе есть институт, где также приезжают студенты по опыту, по обмену опытом, и среди них также были африканцы, или я не знаю, ну, то есть студенты с черного континента. Вот так бы я сказал. И тоже такой шорох был, типа, ну вот, все, сейчас они приедут и начнется. Но был-был, а сейчас все это куда-то пропало. Оставьте, пожалуйста, в комментариях, может, кто-то гуглит, кто-то, может быть, в Википедии читал. Не знаю, я просто как-то стараюсь, если честно, ребята, не обращайте, ну, как, не тоже не обращайте свое внимание, а как можно меньше слушать, смотреть, потому что СМИ все-таки в какой-то степени где-то преувеличивают, где-то преуменьшают, и, соответственно, реальная ситуация немножко искажена. Ну, а тем временем, да, вы видите наш черный материк, точнее, Африка, уже почти вся красная. Корабли с зараженными людьми отправляются в разные страны, и, как вы уже видите, большое количество стран у меня заражается. Тем временем я улучшаю симптомы, да, вот, нормальное общение и сотрудничество. Я так думаю, это стоит развить, потому что все-таки, да, нормальное общение и сотрудничество. Я думаю, это надо развивать в том плане, что это помешает, я так думаю, что это помешает разработке лекарства. Тем временем она началась, 1% у нас уже начался, точнее, уже 1% у нас в разработке. Давайте с вами, наверное, в бедных странах, в бедных странах разовьем, то есть улучшая пути передачи. Симптом у нас, он мутировал, как видите, то есть эта бактерия, чем она привлекательна, в том плане, что она сама неплохо мутирует. Ну, а я с вами, да, улучшу, наверное, все-таки, улучшу с вами умение, такое умение, как... Да что ж такое-то, у меня прям все не с дикцией, все это так вот быстро происходит, потому что записывал я отдельно это видео, странно-странно, видите, все заражаются. Я улучшал такое умение, как разработка, затруднение разработки лекарства. Вот, ребят, сообразил наконец-то, собрал слова в одно предложение. Параллельно этому я буду улучшать симптомы, потому что летальность, как видите, вот, минимально заполнена, и, как вы уже заметили, так, в Польше у меня сейчас выбрана, надо выбрать отдельный, вот, мир. Ни одного еще умершего человека, хотя заражен уже 1 миллиард. Даже слишком, уже миллионов миллиардов у меня очень много, а вот умерших понеслось. Это уже 2-3 тысячи, 8, то есть только вот начинаешь развивать симптомы и увеличивать сразу количество умерших. Но также я не бываю тормозить и стопорить разостовую, видите, она тоже у нас поднимается, растет в процентном соотношении, то есть уже 8% из 100 США лидирует. Ну, да, и как вы видите, США там не особо сильно-то и заражены. У нас уже Южная Африка, почему Южная Африка? Южная Америка, да, и Африка. Основные такие материки, которые подверглись атакам нашего вируса. Давайте дальше смотрим, может быть, смертельно. Вы видите количество инфицированных. Давайте вот это. Развитие своего вируса можете развивать сами. То есть я в основном делаю на заразность, потому что делаю акцент на заразность. Потому что остаются, бывает, очень обидно, когда остаются какие-то определенные части мира, докуда просто ваш вирус не добрался. Не добрался, поэтому первоначальная цель – это все-таки распространение. И параллельно этому надо улучшать симптомы. Так, в Канаде у нас 411, Канада у нас заражена. Очень трудно вылечить. Более подробно каждое умение, каждую способность вашей в бактерии вы можете отдельно почитать. Просто здесь это видео я специально поставил на такую перемоточку, потому что, ну, эта игра – отличный таймпиллер. Как и в прошлом видео, я сделал акцент именно на это, потому что, ну, минимум полчаса может вас убить. То есть эта игра идеально подходит для дальних путешествий. Включил, и все, и понеслось. Для тех, кто отрицательно относится к такому роду видеообзоров, ну, могут говорить, типа, что ж ты стебешься на улице, эта болячка гуляет, а ты вот так вот все это представляешь здесь. Да нет, ребята, повторюсь, делаю обзор на игру, а не на болячку. То есть для тех, кто такого мнения, пожалуйста, можете назвать болезнью. Вот я видел видео, где называют любовь. И целью, соответственно, вашей целью становится, чтобы любовь убила все человечество. Умереть от любви, ребята, это такой вот своего рода, ну, как, не кламбук, что ли, наверное, как это правильно сказать. Кто знает, как правильно это называется, опять-таки напишите в комментариях. Потому что трудно отвлекаться на такие вещи, когда вот у нас уже... Так, у нас уже, да, в некоторых странах чрезвычайное положение ледяное. Ливия дает максимальный приоритет лекарству. Так, Западная Африка тоже дает приоритет. О, ребята, да, вот я с вами проморгал, кстати. Помните, про что я говорил? Про то, что страны могут закрывать порты и авиапередачи, авиасообщения. Так вот, ребята, у нас остался один материк. И пути к этому материку только по кораблю. Это у нас Гренландия. Там у нас ноль зараженных. И порт там закрыт. Что же, ребята, я так думаю, уже исходя из этого, можно сделать вывод, что у меня не получится убить все человечество. И лихорадка Эбола не сможет этого сделать. Порт закрыт. В Гренландии нет зараженных. Общее количество зараженных 5 миллиардов. Общее количество умерших 2 миллиарда. И лекарства у нас уже на 68%, на 69% сделано. То есть, опять не получилось, опять не получилось. Да, ну что же. Надо будет пробовать еще раз. Но, как и в прошлом видео, в прошлом видео на коронавирус у меня также не получилось. Но все равно ущерб был нанесен. И в конце этого видео мы все-таки с вами сравним. Потому что стратегия примерно была такая же. То есть, отталкивался от очага, от эпицентра этого вируса. В том случае был Китай. В этом у нас Африка. 84%. Только, сразу вам скажу, в прошлом видео коронавирус сам себя убил. Не была у нас выведена вакцина от нашей болячки. Просто сам вирус убил всех носителей. В этом же случае, скорее всего, у нас, ребята, да, лекарство будет произведено. Именно поэтому у нас с вами не получится пройти этот уровень. 3500, 3600 уже миллиардов умерших. 95% лекарства, 96%. Ну что же, ребята, вот так вот, да, опять-таки на оптимистической ноте я заканчиваю этот обзор на эту игрушку. Потому что человечество выжило. Никакая лихорадка Эбла ему не страшна. Тем временем лекарство у нас на 100% излучено от этой болячки. Да, и все, остается только подождать, когда зараженные у нас закончатся, когда всех вылечат. И в конце итога мы должны с вами подвести, сколько же человек умерло, потому что до сих пор растет это количество. Умерло от Эбла и от коронавируса, на который я делал обзор в прошлом своем видео на эту игру. В том случае, если мне память не изменяет, умерло 6, почти 7 миллиардов человек. И сам вирус уничтожил сам себя, то есть за 800, по-моему, что-то с чем-то дней. Посмотрите, пожалуйста, сравните. В данном же случае за 741, по-моему, так вот за 741 день у нас нашлось это лекарство. Так, вот вы видите графики, графика заражения за 721 день. Вот так вот, ребята. Ну что ж, на этом я заканчиваю обзор на данную игрушку. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео про новые игры. Лайк, повторюсь. И играйте только в топовые игрушки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова